Так, в общем, смотрите, мы сейчас зашли в само помещение от торгового центра «Сарай». Вот я как бы не верила о том, что такая вот цена. Вот посмотрите теперь цена, сколько это всё стоит. Как человеку можно построить дом. Вот посмотрите. Вот такая доска для... Она была 500 рублей, я помню. Вот сейчас все об этом говорят, и у вас, конечно, клиентов в разы уменьшилось. Потому что уже... Пять месяцев назад нам сказали по 11 тысяч. Вот скажите, расскажите. А сейчас 20 тысяч стоит, вот эти, которые доски. Вот представляете? То есть стало дороже гораздо. Сейчас стал золотой, получается, дом, если построить его, да? Так и передавали. Вот так вот. Вот видите, все тоже возмущаются. Вот доски. Построить что-то невозможно. Вот смотрите, брус стоит вот столько. Вот. Ну разве он столько стоил? Ну вот смотри, даже вот сейчас скажу. Вот этот брус 145, но не сказать, что он дорого. Ну, допустим, вот этот вот брус 145 рублей. Ну и что? Это не то, это нормально. Ну ты же не построишь. Допустим, трехметровый, трехметровый. Здесь, значит, это 30 на 40, а этот 20 на 30. Конечно, он дешевле будет. Но это немного. Но пошли дальше. Это немного. Бруски-то нормально. Ну здесь, ладно, допустим, немного. Брусы вот нормально. Ладно, здесь немного. Это дешево. Это ничего страшного. Допустим, допустим. Так, переходим на эту сторону. Но сами доски, вот смотри. А вот смотри, доска для пола. 1829. Сами доски уже, потому что это для полов, там, для постройки всех. Ну, представь, по-сенатам. Для обшивки, допустим, самого дома тоже. Это уже конкретно дорого. Такая доска и такая цена, это слишком, слишком. Вот таких досок, чтобы сделать хотя бы пол, да? Вот покажи туда. Вот, вот она. А, вот, смотрите. Вот цена. Повыше, смотри. Так, вот. Доска строганная, строганная. Вот такие, вот такие, вот смотрите, видите, хроника, смотри. Чем толще, чем длиннее, тем дороже. Как вы считаете, во всех городах так или нет? Или только в Ульяновске? Вот скажите, кто в каких городах и сколько у вас цена? Ну, это тоже. Ну, здесь написано 4 штуки, поэтому цена такая за 4. Ну, разделием, сколько это будет за одну. Считай, 500, 50 рублей там где-то так. Вот. Дальше идем. Ну, доска. Ну, доска тонкая, тонкая доска, 2 метра. Вот она. Ну, 3200. Ну, это, это не можешь сказать нормально. Ну, 10 штук, это получается уже 3000. Ну, 10, это 10, как ты хотела. 10 штук, 3730 получается. Да, 10 штук. Ну, тебе доску никто продавать за 20 рублей не будет. Ну, в общем, такие у нас цены. Сейчас мы дальше еще пойдем посмотрим. Брусы сами, я считаю, нормально, дешевые. Ну, брусы, да. Но сами доски, вот такая доска, она толстая. Это толстая и высокая, она получается 7000. 7000 такая доска. Представляете, да, это доска стоит 7000. Ну, как вам? Вот это доска. Да, она высокая, как бы, сколько нометров? С ней даже не знаю, сколько. Вот такая вот пачка, вот этих вот, вагонка, вагонка, да, 3000 стоит. Вот эта пачка. А в ней? В ней. Сколько штук? Тут не написано. Ну, штук 20, наверное. Ну, в общем, смотрите, как все дорого. Значит, получается, дачи подорожают, дома подорожают резко. Конечно. Из-за того, что вот так вот, видите, вот такая вот цена. И ремонт подорожает. А, и ремонт и подорожают, да, все подорожает теперь. Вот, допустим, подступенник мебельный, вот такая вот цена. А сама ступень, подступенник и ступень, смотри, по 600 рублей. Одна ступенька, вот ступенька сделайте. Вот, посмотрите, какие цены. Так. Ну, это, конечно, фигурная вырезная. Это, естественно, они будут, конечно, чуть-чуть дорого. Да, лестницы сделаны. Вот, нижняя часть, смотри. Вот, а вот здесь толп, вот такой вот, ну, толстый, конечно, фигурно-вырезной. Он стоит 769, одна. Большие широкие доски, вот широкие доски. Тоже они, естественно, по 3000. Коротенькая, но она 3000. Она, во-первых, толстая, во-вторых, широкая. И отполированная. Она уже готовая к употреблению. То есть, можно уже применять. Применение, вернее. Так. Вот такая, под ступеньки. Под ступеньки. Ну и сколько так нужно таких представить, чтобы построить? Под ступеньки. Допустим, это можно на лестницу и так далее. Вот 1161, значит, одна. Вот, но она уже полностью обрезная, уже готовая к применению. Вот шлифована. Понятно. Ей ничего не надо делать. Так, смотрим дальше. Вот такие вот. Вот вагонка, допустим. Тоже 3000. Ну, вагонка, это уже она не обработанная, но толстая. Вот, смотрите. Подожди, не вот эта вагонка, вот вагонка. Вот нет, вот вагонка. А вот эти вот доски, доски, смотри. Это доски вот. Не обрезная, но эта доска не обрезная, она, и мало того, она еще и не полированная. 257, пожалуйста. То есть, сам полируйся, доводи до ума, кажется. А это вот обрезная, 517. Да, это 517. А я говорю про вагонку. Вагонка лиственница. Вагонка, она в пачке, вот сколько тут в пачке. Что-то не указано, сколько штук. Да, тут в пачке не указано, сколько конкретно. А, за штуку? Да не за штуку, а за пачку. Вот, упаковка, да. За одну штучку кто тебе возьмет, никто. Никогда. Ну, пошли дальше, посмотрим. Там люди. Ну, в общем, говорили, я как бы не верила, думала, ну нет, может, такого быть не может. Вот, смотрите, все, оказывается, может быть. Это вот или с апреля подорожание. Вот, вот. Именно летом, к лету. Вот, евро, вагонка. Да. Именно к лету, когда люди начинают строительство. Вот такая вагонка. Потому что у кого-то... Не только эту, а вот. Потому что у кого-то есть дома, у кого-то есть такие... Недостроенные дома, участки. Ну, вот. Такая вот цена. Так, а здесь что? А, евро-вагонка. Да. Нет, ну, как сказать. По сути, не особо много-то и подорожало. Ну, сколько? Два раза? Три раза? Ну, допустим, вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, пачка здесь. Десять штук стоит. То есть одна штучка будет стоить 100 рублей. Вот так. 161, да. Ну, в принципе, приемлемо. 100 рублей, 69 копеек. Ну, пойдем посмотрим. Это стройматериал. А все другое, я смотрю, ничего не подорожало. Цемент как был, так он остался. Так, цемент по той же цене. Тоже цена, тоже, тоже. Так, ну, шпаклевка. Любая штукатурка, шпаклевка. Шпаклевка, да, гипсовая. Все по одной цене, какая была раньше. Ничего-то не подорожало. Ну, вот смотрите. Гипс только вот импортный может подорожал. Клей керамогранит. Клеевая смесь. Ну и что, это что-то развита цена. Так, на этой стороне что? Штукатурка гипсовая. А вот за 30 килограмм штукатурки, к примеру, 355 рублей. Ну, это что? Это много, что ли? Не много. Так, а если нам сделать полы, допустим, выровнять, сколько это будет стоить? Заливные полы. Заливные полы сколько стоят? Сколько стоят? Я вот тебе сказал. Ну, не шпаклевкой же заливать их. Шпаклевкой это на стену. Так, где же заливные полы, я не вижу. А вот, наверное, с той стороны. Пойдем посмотрим. Так. Ну, заливной пол нам пока не надо. Ну, я не для себя же видео снимаю. Чтоб посмотрели, что почем. Ну, вот, например. А, клей, да. Это витамид. 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 Разве он больше, больше стоит. Такие вот пачки. Вот этот клей, вот, им комфорт экстрим, он уже тысяча стоит. Ну, то есть дороже. Чем клеит сильнее, допустим, ультраклей, он, конечно, дороже стоит. Так, вот еще какой-то. Вот какой. Керамика. Клей для керамической плитки на пол. Либо стены. Либо стены. Либо стены, если кто сейчас клеит, допустим, либо... Ну, а где заливные, я не пойму, заливной пол где? Так. Скажите, а заливные где у вас это делается? А вы заливные сделаете? Заливные полы там дальше. Это вот там дальше. С той стороны. Гипс строительный тоже. С той стороны, сказали. Вот гипс. Так, это уже цемент пошел. Вот цемент, вот это вот заливной тоже называется. Вот цемент. 235, да. 235 замешок. Нет, нет, нет. Цемент тут вообще... Вот это все нет. Сток строительного. Доски немножко подорожали. Немножко, в два раза или в три раза сказали. Так, пойдем посмотрим, почем вот эти листы. Так. Ну вот, пожалуйста. Один лист стоит... ДСП, конечно, подорожал. 4 тысячи, как вам? ДСП, ДСП сильно подорожает. Вот такой размер. Вот, да, ДСП дороже, дороже. Смотрите, вот плита. Вот такая вот. Ну, размер ДСП видно сразу какой. ДСП это вот эта вот плита, наверное. Это прессованная. Плита прессованная называется. 3195. Вот про эту я тебе говорила. Да. Дорогая плита прессованная. Вот эта фанерного типа, вот, она как фанера, многослойная. Ну, две тысячи за одну штучку. Фанера, вот такая цена. Фанера, это фанера, 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 фанера. Так, и мы сейчас подходим уже сейчас вот посмотреть. Цена ДВП. ДВП. Вот это. 465. 465. 2, почти 3 метра на метр 7. 465. Ну, не сказать, что дорого. Вот. Но фанера, конечно, дороже, потому что это фанера. Дерево, она не прессованная стружка. А, вот наливной пол, про который я сейчас отговорила. Вот такая вот цена. Это тоже недорого. Нет. Насколько это получается? 25 килограмм? Вот там 20 килограмм. А по... Смотри, какая ферма, поэтому от неё и зависит. Где качество лучше? Не знаю. Полный ливной есть подороже. Вот здесь 20 килограмм. А вот самым равнивающий разлил, он тебя потом как бы разойдётся по всем швам. Ну, в общем, смотрите, вот такая вот цена здесь. Вот полный ливной. Стяжка полный ливной. Должен было 20 килограмм. Смотря кто... Кто какой любит. Пришли посмотреть, сколько это всё стоит. Специально. Ты выбрал самую коптую. А тут 12. Ну, пока всё. Ну, всё, пока.